Ну вот он, первый эпизод работы в Дудо. В этом видео поговорим про кухню, и чтобы не быть многословным, я покажу фотографии, доказательства, что я действительно там работал. Значит, пришел я в этот Диснейленд в 2018 году. Был я совсем зеленый, без опыта, учился я на втором курсе, и это была моя первая серьезная работа. Умеете, могете просто. За эти два года что только не было. И были разборки, и были любовные истории, и пьяные гулянки. Да, это жестко. Но скажу одно, кому как повезет. Кто-то может попасть реально в крутую команду, где вас будут поддерживать, даже если вы новичок, а где-то вас зачморят в первый же день. Иди работай, сука. Я попал к такой команде, где вроде бы все хорошо, но есть вот одна мразь конченная, из-за которой просто не хочется приходить на работу. Но я не сдавался и шел вперед, работал и работал день за днем. Если говорить про саму работу, то вот примерно так проходил мой день. Пункт первый. Приходил я примерно в 4 часа дня, утренняя смена в это время уходила, то есть мы с ними сменялись, и я обычно вставал на заготовки, запасы. Вот. Предварительно их проверяю, чтобы понимать вообще, что мне и в каком количестве делать. Параллельно с этим я бегаю к заказам, то есть там ты стоишь, не знаю, нарезаешь какие-нибудь томаты, оп, заказ. Бежишь, делаешь, возвращаешься обратно. Ну и, соответственно, вместе с тобой кто-то еще так делает. Но бывали, конечно, дни, когда запасы улетают так быстро, потому что очень много, собственно говоря, заказов. Пицца! И третий пунктик, последний, это в конце смены я шел, я или кто-то другой, шел на мойку, и мы мыли посуду, то есть нам надо закрыться было. Мы всю посуду, которую в течение дня, либо на протяжении рабочего времени, моем, либо в конце. Но обычно я это делал на протяжении всего дня и в конце просто домывал. Ну, бывало, я, конечно, не успевал, и мне либо кто-то помогал, либо приходилось справляться самому. Хотелось бы, конечно, затронуть такую щепетильную тему, как зарплата. Где деньги, Липовские? Мы пришли за деньгами, Липовские. Честно говоря, не могу сказать, что сейчас там. Во-первых, потому что все зависит от региона. Например, в Калининграде, насколько я знаю, стажер, то есть это и стажер, и кандидат, и пиццемейкер. И вот вроде бы стажер зарабатывает 90 рублей в час. Вот, а этот пиццемейкер, собственно говоря, зарабатывает где-то 150 или 160, или 180. Короче, точно не помню, но от 150 до 200, где-то так. У меня лично в свое время я работал в кайф, я не напрягался вообще. Во-первых, потому что я учился с утра и до трех, вот, и приходил я в 4 часа дня и уходил в 10. То есть работал я в дудо всего лишь 6 часов, и было у меня выходных обычно 2. И с таким графиком я получал в районе 20 тысяч, но это было вот в году 19. Насчет графика. В дудо, как я уже говорил в предыдущем моем ролике про работу в Сочи, в ресторане, в дудо обалденная система построения графика, так скажем. Потому что если в ресторане в Сочи ты ставишь свои дни на месяц вперед, и может возникнуть проблема с тем, что тебе нужно куда-то уехать, или там отойти, я не знаю, заболел у тебя зуб, а все, заменить тебе некому, иди в жопу. А здесь все-таки на неделю вперед, и это намного удобнее, ты более мобильный, у тебя как-то больше возможностей. Ну и в конце, наверное, хотелось бы какие-то плюсы-минусы работы именно на кухне в дудо. Из плюсов хотел бы отметить, во-первых, то, что ты работаешь с едой, и ты можешь ненароком где-то что-то подожрать. Плюс тебе дают пиццу. Вот, я не знаю, как сейчас, но раньше нам давали пиццу, и в принципе в течение дня ты наедался. Вот, то есть голодным ты не уйдешь. Во-вторых, из плюсов это если ты хочешь действительно, я не знаю, какой-то карьерный рост, потому что из пиццемейкеров можно вырасти потом в менеджера или в управляющего, а после управляющего, я даже не знаю, там куда-то, может быть, в главную базу дудо, вот, или, я не знаю, захотеть свою пиццерию открыть. И мне кажется, все реально, если есть такие планы. Ну или хотя бы, если, я не знаю, есть какая-то мечта стать поваром, и пока в нормальные рестораны не берут, в дудо, как вариант, можно пойти. Из минусов могу сказать то, что порой, как я сказал ранее, тут как повезет, может попасться какая-то конченная команда, которая будет руинить тебе всю вообще, всю рабочую атмосферу, вот, но может и повезти, и действительно тебе будут попадаться крутые ребята. Вот, ну то есть, как бы, в принципе, из минусов по факту, это твоя команда, потому что есть люди, которые, ну, мягко говоря, окончены, которые трутся где-то там в персоналке или с менеджерами, и, соответственно, ты просто как, как, как истукан стоишь и один долбишь эти пиццы, а твой человек, твой коллега, который так же, как и ты, пиццемейкер, он где-то там, и ему ничего с этого не приходит, и по факту ты можешь быть таким же, но это уже кто, так скажем, кто на что гораст. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Также из минусов можно было бы, наверное, отметить систему своего рода штрафов, то есть это, если ты где-то насрал, там, я не знаю, пиццу криво, косо сделал, то, да, тебе могут либо снять клэн, клэн это такая система рейтинга, так скажем, среди всех сотрудников, и если у тебя очень маленький клэн, то вроде бы как это влияет на твою зарплату, если высокий, то, соответственно, в лучшую сторону, вот, такого, чтобы, как, я не знаю, бывают работы, где тебе штрафуют прям твою зарплату, да, то здесь такого нет, но все равно можно, мне кажется, куда-нибудь-то влипнуть. Но на этом вроде бы как все, в следующем выпуске будет про работу курьером в ДОДО.